Здравствуйте, дорогие друзья, и снова с вами священник Святослав Шевченко. Отмечают ли православные христиане Масленицу? Об этом сегодняшний выпуск. Хочу сразу сказать, что в церковном календаре такого праздника не существует. По сути, это народное название подготовительной недели к Великому посту. В этот момент идет так называемая сырная неделя. Это официальное название этого периода в церковном календаре. Когда верующие мясо уже не едят, но вкушают молочные продукты и морепродукты. Христианство, пришедшее на Русь, не ломало старые устои языческого быта славян, который был привязан к солнечному календарю. Просто православие наполнило старые формы новым содержанием. Так, например, языческий праздник зимнего солнцестояния, посвященный зимнему божеству Калиде, вытеснила святочная неделя, освященная праздниками Рождества Христова и Крещения Господня. И тексты ритуально-обрядовых песен, называемых калядками, наполнились чисто христианским содержанием. То же самое можно сказать и о поклонении языческому божеству Купале, период которого славяне-язычники отмечали в дни летнего солнцестояния. Православие переварило его в церковный праздник, посвященный Рождеству Иоанну Крестителю. Так у славян-христиан появился Иван Купала. Масленица – это новое название языческого праздника в честь Дня Весеннего Равноденствия. Оно было посвящено божеству Яриле. Весеннее языческое празднество, как я уже говорил, под воздействием христианства превратилось в подготовительную масленичную неделю перед Великим Постом. От языческого праздника в нашей культуре остался лишь один рудимент – сжигание соломенного чучела Марены или Мары Свароговны, которая олицетворяла богиню зимы. Таким образом, славяне-язычники пытались прогнать зиму. Именно поэтому православным христианам не нужно организовывать или участвовать в сооружении вот этого чучела и участвовать в обряде сжигания идола. Эта традиция не имеет ничего общего с христианством. А вот блины печи есть очень даже можно, хотя и они тысячи лет назад появились в качестве ритуальной пищи, символизирующей солнце. Но нам бояться этого не нужно, потому что у нас есть свое солнце правды, которым мы именуем Иисуса Христа.